Шалом, друзья! Сегодня у нас опять обучалка, и про что обучалка? Про битву отряда. Да, конечно, я должен её забыл заснять ранее, из-за чего она, скорее всего, не хайпанёт, так что, ребята, пожалуйста, помогите продвинуться этому видосу, прожмите лайк, напишите любой комментарий, буду вам за это очень-очень сильно благодарен. Сегодня, ребята, у нас будет 10 советов для битвы отрядов, прям реально топовых советов, которых вы, скорее всего, нигде не слышали. Они будут реально полезны, я отвечаю. Их использую или просто на элементарном уровне апаю себе звонку. Так что, я надеюсь, вам будет очень интересно это смотреть, но мы не будем долго тянуть. Поражимай лайкос, пожалуйста, ребята, обязательно. Пиши комментос, ну а мы погнали в видос. А спонсор этого видео канал Диролл. Чел только открыл канал и пытается снять качественный контент. И самое главное, ребята, у него на 500 подписчиков будет конкурс на ваучер. Давайте поддержим Диролла, подписываемся и ставим лайк. Вам не сложно, а ему приятно. Сначала, ребята, начнем с персонажей, потому что в этом влияние просто, я думаю, процентов 30 всей игры, даже если не все 50, оказывают персонажей у нас битвы отрядов. И очень многие просто вот этих целых 4 слота просто просирают. Берут какую-то Софию, которая, в принципе, нафиг не нужна. Так вот, короче, смотрите, что вам советую. Ну, во-первых, ребята, смотрите, самое очевидное это МОКО, потому что, смотрите, в чем заключается смысл? В битве отряда должны быть все персонажи у вас быстрые, которые работают быстро, потому что в битве отряда все очень быстро. Ну и первое, смотрите, почему нам нужна МОКО? Потому что инфу вы вообще не успеете сказать. У меня некоторые тиммейты так разговаривать не научились, а вы тут еще из них инфу требуете, которая будет актуальна где-то 5 секунд. Так что МОКО, ребята, без него никуда прокачивайте на максимум, если что он сейчас за золото, это 100%, я знаю. Также приведу примерно других персонажей, допустим. АЛОК, ребята, вот серьезно, АЛОК, это тоже не очень подходящий перс для битвы отрядов. Да, он, конечно, хороший, да, он полезный, но я думаю, в 100 раз лучше будут какие-то другие персонажи, влияющие на ХП. Антонио тот же, потому что Антонио сразу же 235 ХП вроде бы у вас в начале раунда будет, так что Антонио вам тоже обязательно советую. Также Оливия это просто имба, потому что, смотрите, пока нам все лечатся, ваши противники теряют время, вы можете просто поднять свой тиммейт, и у него будет сразу же 60 ХП. Он юзает две аптечки, и у него все, фулл ХП, и он готов просто там развалиться. Далее, ребята, второй совет у нас, он опять же связан с персонажами, и в чем он заключается? В первом раунде никогда, никогда не бегите в упор, ибо битва отрядов это режим, где в большинстве складываются неопытные игроки, которые катаются с Тимурами, ну, может они и тащатся с Тимурами, в общем-то, ребята, в ближке они вас просто на элементарном уровне раскатают. Так что бежать к ним это вообще абсолютно не надо, а лучше брать М500 и отстреливаться издалека. Ну, также, смотрите, как бы это логично, что они же сами как бы не пойдут просто в какое-то поле. Так вот, смотрите, вы как договаривались с тиммейтами. Допустим, двое или даже один тиммейт, ну или один тиммейт с Тимуром и один тиммейт с Глоком идут куда-то в замес, а вы просто со своим напарником с М500 просто расстрелитесь издалека. То есть там по 45 хп выстрел один, и, допустим, там один чувак, ваш тиммейт, просто дал тычку в тело с Тимура, а потом вы там еще с тиммейтом там пострелили пару раз, и просто уже минус чувак. Так что, ребята, будьте разумными и не бегите в первом раунде в раш. Далее, ребята, такой вот совет, поднимайте всегда до конца, ребята, всегда поднимайте до конца. Потому что битва отрядов это, опять же, динамичный режим, и вот что лучше будет? Если ты один просто куда-то набежишь на тиммейта, там, с ним попытаешься как-то противостоять, или же вы вдвоем со своим тиммейтом, даже если вы там оба будете лоловые, просто офигенно так запутываете противников и раскатаете. Ну, конечно же, второй вариант. Так что, ребята, пожалуйста, поднимайте себя до конца, даже если вас страшно, потому что это намного полезней, чем просто попытаться оказать сопротивление противнику сразу же, когда вы его увидите. Доказанно опытом, серьезно. Далее, ребята, такой прикольный лайфхак. В общем-то, смотрите, вот так вот можно закрывать своим телом, телом ваших тиммейтов, как бы вас, или вы можете так вот закрывать своих тиммейтов. Больше этот совет подойдет в первом раунде, потому что там, опять же, пистолетики, анимал дамажит. А ваш второй тиммейт будет вас просто поднимать, и как бы вы втроем засеиваете. Далее, ребята, следующий совет, это оружие под карту берите и под вашу роль. Вот, допустим, я просто не понимаю чуваков, которые берут каким-то там М60, какие-то там Томпсоны, которые вообще предназначены для средних, там, дальних даже дистанций на какой-нибудь там, допустим, карте. По типу Катули Стивы. Если вы идете рашей, то зачем вам Томпсон, вы ничего не сделаете. Берите дробаш и нормально раскатываете. Также, допустим, там с Милом, в Миле очень мало кемперских позиций, особенно если вы играете за нижнюю команду, так что лучше брать просто ближку и рашей. Так что, пожалуйста, ребята, думайте головой, берите оружие под карту, под карту и под вашу роль. Ну, допустим, у вас роль снайпера, и вы берете, соответственно, на М60, и садитесь на какую-нибудь кемперскую позицию, помогайте своим тиммейтам. Далее, следующий совет у нас, это бегать вместе. Ну, вы скажете, что он простой, но нет, ребят, как бы, он простой, но очень многие у меня тиммейты его не соблюдают, и они пытаются поднимать какие-то сложные тактики по обходу, ребят. Я вам хочу сказать то, что такие тактики в битве отрядов вообще не работают. Да, они работают, но не в таком объеме, как обычно. Они могут сработать только если вы очень маневренный, очень быстрый игрок, но зачастую, если не вы, если не тот чувак, который там смотрит миллионы обучалок, учится постоянно практикуется, то, скорее всего, ваш тиммейт грамотно не сможет выполнить эту миссию, и не сможет так быстро получить инфу, и не сдохнуть, и успеть подбежать вовремя, потому что подбегать вовремя, это там надо, понимаете, вот, бить в отрядов надо, чтобы у вас было время до того, как вы добежите к тиммейту, и сможете ему помочь. Должно быть 3 секунды, потому что эти 3 секунды, ваш противник будет добивать ваших тиммейта. Вот, так что держите на расстоянии 3 секунд, вот это правило называется правило 3 секунд. Так что сложные тактики в битве отрядов не очень-не очень подходят. Далее, ребята, следующий совет, касающийся тактики, это не спешить. Только что я вам говорил, что надо рашить, но, ребята, это все ситуативно. Ну, смотрите, получается, как все работает, когда вы спешите. Когда вы спешите, вы, соответственно, идете по маршрутке, который самый короткий, и так, как бы, противники бегут просто постоянно. То есть противники ваши будут 100% вас ждать в этом месте, и 100% будут готовы, потому что, понимаете, все тактики строятся под это. Так что думайте своей головой, обходите вместе со своим сквадом. Или, допустим, дуо идет, прямо рашит в упор, а двое, когда там они как-то их запутывают, идут просто в спину, и как-то там уже как-то игра у вас выстраивается. Но, ребята, не надо спешить, не надо всегда идти по самому короткому маршруту, потому что это такое себе, и противники к этому готовы. Далее, ребята, вроде бы седьмой совет, на самом деле, не знаю реально какой. Это он у нас заключается в чем? Всегда, всегда добивайте противника стража. Даже когда ваши тиммейты нокнуты, во-первых, ради денег, потому что за убийство, за убийство, за урон, ребята, не дают деньги. За убийство вам дают деньги. Но, например, а даже если ты побежишь поднимать тиммейты, то, возможно, ты даже не получишь денег, не сделаешь килов, и, возможно, вы с вашим тиммейтом просто нокнетесь, нихера не сделав. Так что это такое себе, лучше добивайте. Да, конечно, ваш тиммейт на вас будет бомбить. Лучше покажите им эту обучалку, и они все поймут. Надеюсь, вы тоже испытаете на практике, и поймете то, что это тоже так. Далее, ребят, предпоследний совет, это, если вы больше трех каток, или там где-то четырех, ну, у каждого этот моральный барьер свой, но у меня это примерно 3-4. Так вот, если вы сливаетесь больше трех каток подряд, то лучше не стоит продолжать играть. Я даже не знаю, есть такое, короче, выражение, оно как-то так подразумевается, то, что когда вы сливаетесь очень много раундов, просто стаете хуже, намного просто хуже играть, и у вас пропадает желание играть, так что лучше отойдите, не портите другим настроение. Пусть ваши тиммейты тоже с пониманием к вам отнесутся, и просто вы спокойно разойдетесь, а потом с новыми силами уже начнете играть, а не вот эта бесконечная бомбежка, от которой меня тоже постоянно бомбит. Ну и последний, ребята, совет, это именно ваш совет, ведь с помощью него вы развиваете свои мозги, развиваете свою тактику, и за счет чего вы учитесь лучше играть. Так что пишите совет в комментариях, помогайте другим, ищите в комментариях советы других, и подсказывайте им, может быть, какие-то недочетовые тактики, но также обязательно пишите свою тактику. Ну и, в принципе, на этом все, пожалуйста, скопитесь на лайки, потому что лайки сейчас очень-очень для меня важны, так что, пожалуйста, прожимайте лайки, буду вам за это очень-очень сильно благодарен. Также обязательно делитесь этим видео со своими друзьями, потому что, как бы, тут некоторые такие советы, которые ваши друзья могут не понять, да и, в принципе, ребят, видос полезный, так что, думаю, вам не будет с темно поделиться этим видосом. Ну а с вами был Майор, всем удачи, и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok